В июле-ноябре 2012 года по инициативе Министерства здравоохранения и под эгидой Всемирного банка Швейцарским институтом общественного здравоохранения был проведен комплексный международный аудит информационных систем здравоохранения, разработанных с 2005 года. По итогам проведенного аудита было рекомендовано 1. Разработать единую стратегию и архитектуру информационной системы здравоохранения с выработкой общих стандартов взаимодействия 2. Модернизировать функциональность систем с применением современных решений Как показано на схеме, в настоящее время в Республике Казахстан присутствуют три крупные группы информационных систем здравоохранения Это компоненты единой информационной системы здравоохранения, внедрённые в трёх регионах, веб-порталы, работающие на всей территории страны, а также старые приложения для сбора статистической и аналитической информации, которые продолжают использоваться во многих медицинских организациях Проведенный международный аудит позволил выделить несколько ключевых сильных и слабых сторон информационных систем К сильным сторонам относятся наличие разработанных и внедрённых на всей территории Республики Казахстан портальных решений Широкий набор функционала компонентов единой информационной системы Наличие в медицинских организациях обученного персонала Также необходимо отметить значительный опыт разработки медицинских информационных систем Приобретенный как Министерством здравоохранения с подведомственными организациями, так и частным сектором Казахстана Слабыми сторонами является отсутствие единой стратегии развития архитектуры стандартов Существующей информационной системой не в полной мере интегрированной между собой Попытка создания единой информационной системы, охватывающей все основные процессы существующих медицинских организаций Может привести к коллапсу системы из-за сложности и большого количества пользователей Более 100 тысяч пользователей в более чем 3 тысячах медицинских организаций Кроме того, на протяжении длительного времени в разработку программного обеспечения Фактически был вовлечён узкий круг частных компаний, 4 компаний-разработчиков, что привело к монополизации развития Концепция разработана с учётом ключевых приоритетов отрасли, отражённых в послании президента Республики Казахстан Стратегия Казахстана 2050, основных направлений развития государственной программы Саламаты Казахстан А также государственной программы Информационный Казахстан 2020 Концепция отвечает на вопрос, зачем нужно развитие электронного здравоохранения Раскрывает потребности в применении информационных технологий, вытекающих из вышеперечисленных программных и стратегических документов Обозначены миссия, введение задач электронного здравоохранения и конкретные результаты, оказывающие воздействие на здравоохранение Таким образом, мы отвечаем на вопрос, что должно быть достигнуто, чтобы информационные технологии позволили улучшить здоровье населения Казахстана Определены конкретные действия для достижения поставленных целей Каким образом будет достигнуто введение электронного здравоохранения Концепция также содержит дорожную карту, которая даёт общее представление о сроках реализации ориентировочной стоимости компонентов Концептуальное видение электронного здравоохранения состоит в том, что к 2020 году реализация электронного здравоохранения должна обеспечить возможность автоматизированного получения своевременной, актуальной, достоверной и достаточной информации Обеспечивающую безопасную, справедливую, качественную и устойчивую систему здравоохранения В первую очередь, ориентированную на потребности пациента и медицинского работника Это является принципиальным отличием от предыдущего видения, когда перед единой информационной системой ставила задача сбора достоверной информации для принятия управленческих и финансовых решений То есть это была система предоставления отчётов для органов управления здравоохранением Таким образом, новые подходы ставят на первое место вопросы непосредственно оказания медицинской помощи Нам необходимо обеспечить предоставление информации, которая поможет принять клиническое решение, избегать медицинских ошибок и повышать качество медицинских услуг Центральным элементом электронного здравоохранения должен стать электронный паспорт здоровья каждого гражданина нашего государства Он представляет собой ключевую суммарную информацию о здоровье человека, включающую демографические данные, сведения о перенесных заболеваниях, биометрические данные, аллергологический и иммунный статус При этом будет реализован принцип «информация следует за пациентом» И это позволит находить детальную информацию о проведенных диагностических, лечебных мероприятиях, результатах лабораторных исследований, независимо от времени и места обращения Электронный паспорт здоровья станет частью центрального единого хранилища баз данных Остальные системы будут взаимодействовать с электронным паспортом здоровья и центральным хранилищем данных, получая и отдавая необходимую информацию Уважаемый Сергей Кунгмедович, на данном слайде схематически представлен переходный период электронного здравоохранения в 2013-2014 годах На национальном уровне будет создана единое хранилище баз данных, интеграционная платформа Все системы будут взаимодействовать через шину посредством соблюдения набора стандартов Базы данных существующих систем будут перенесены в единое хранилище данных для сохранения всей имеющейся на сегодняшний день информации Новые системы будут разрабатываться с условием полного взаимодействия со стандартами шины и единым хранилищем данных Важно отметить, что централизованно будут разработаны системы, обладающие базовым функционалом для всех медицинских организаций В соответствии с новой архитектурой прежний функционал будет распределен между новыми информационными системами Предназначенных для различных уровней и процессов оказания медицинской помощи Речь идет о поликлинике, стационаре, службе скорой помощи и так далее В будущей модели электронного здравоохранения планируется разработка 10 новых информационных систем Разработка четырех приоритетных, таких как единая платежная система, справочники, классификаторы, поликлиника и качество медицинских услуг начнется уже в этом году Кроме того, будет начата разработка оставшихся информационных систем, а также 6 систем будут созданы путем модернизации существующих систем Начиная с 2015 года в рамках дальнейшего развития электронного здравоохранения Будет рассмотрена возможность разработки других информационных систем для более узкоспециализированных направлений здравоохранения На следующем слайде продемонстрирована взаимосвязь пяти ключевых направлений на период реализации концепции Это развитие существующих систем, развитие стандартов и центральных систем, симулирование медицинских организаций и рынка электронного здравоохранения Формирование информационно-технической инфраструктуры, обучение и повышение потенциала Важно отметить, что все эти направления стартуют параллельно, дополняя друг друга по мере реализации Также в текущем году предстоят мероприятия по приобретению и установке платформы информатизации и взаимодействия Включающие в себя ряд элементов, таких как шина сервисов, систему управления базами данных Параллельно мы приступаем к разработке базового набора стандартов электронного здравоохранения Который позволит формировать единое информационное пространство, нацеленное на решение задач и проблем системы здравоохранения Это особо важно при реализации нового подхода финансирования на амбулаторно-поликлиническом уровне Комплексное подушевое финансирование, которое должно быть внедрено в каждом регионе страны, начиная с 2014 года Кроме того, нами сегодня разрабатывается план детального реализации, подробно раскрывающий каждый из этих пяти направлений Как было сказано ранее, Министерство здравоохранения будет оказывать поддержку по ключевым направлениям развития системы здравоохранения с базовым функционалом Я уже отметила, что основными недостатками существующей модели является чрезмерная централизация и монополизация Для снижения негативных последствий этих факторов необходимо обеспечить широкое вовлечение заинтересованных сторон в процессе развития электронного здравоохранения В первую очередь это относится к медицинским организациям, которые являются конечными пользователями информационных систем И к частным компаниям-разработчикам, создание конкуренции между которыми является ключевым фактором обеспечения качества информационных систем Будет обеспечена децентрализация усилий по развитию электронного здравоохранения посредством предоставления права выбора поставщиков информационных технологий Принятие ими ответственности за результаты информатизации Кроме того, как я уже сказала, демонополизация развития будет достигнута вовлечением широкого круга компаний-разработчиков программного обеспечения Министерство здравоохранения оставляет за собой право контролировать качество внедряемых на местах программных продуктов И для этого будет осуществляться сертификация информационных систем на основании разработанных минимальных стандартов качества и взаимодействия Министерством будет утвержден и публично опубликован сборник таких стандартов К участию в тендерах, проводимых медицинскими организациями, будут опускаться только информационные системы, имеющие такой сертификат Уважаемый Сергей Кникметович, согласно разработанной нами концепции, будет полностью модернизирована функциональная архитектура единой информационной системы, учитывающей интересы пациентов и медицинских работников В связи с предложенным просим поддержать концепцию развития электронного здравоохранения Республики Казахстан на 2013-2020 годы Благодарю за внимание